Рождественский концерт – одно из наиболее ярких культурных событий в жизни нашего города. Масштабность его год от года растет, количество участников тоже. Подготовка на высоте, благодаря неустанному труду детей, их наставников и, конечно, родителей. Очень много тяжелых дней, можно сказать, мы не чувствуем Нового года, особенно детки наши. Но потом в процессе выступления, и вот по результату мы получаем колоссальное удовольствие. За кулисами перед концертом суета, волнение, в общем, все, что обычно предшествует выходу на сцену. Однако есть и существенные отличия. Перед выступлением – обязательное благословение и молитва. В небо звезда служащий, звездой луча пустья. В этом году концерт посвятили драматическим событиям столетней давности, революции 1917 года и последующим репрессиям, от которых пострадала и православная церковь. Центральной фигурой рождественского спектакля стал расстрельный в 1918 году император Николай, которого, как известно, канонизировали вместе со всей его семьей. Семиклассница Вероника играет книжную Ольгу. Она была хорошая очень. И когда она работала в госпитале в военное время, все любили ее. И она была очень дельной хирургической сестрой. Юные годы встречи с будущей женой – зрелость. Зрителям в зале напомнили всю биографию последнего российского самодержца. Тем более, что сценки сопровождались реальными документальными кадрами. По выражению отца Николая, мы должны извлечь уроки из всего, что с нами произошло. А вера помогает выжить и сохранить человеческое лицо в любое время. Дорогие братья и сестры, позвольте вас всех поздравить с праздником, с Рождеством Христовым, с центральным праздником истории человечества и главным праздником и в нашей жизни. В этом году к подготовке праздничного действия подключились ученики практически всех школ города. Благодаря конкурсу «Рождественский вертеп» многие мальчишки и девчонки обратились к новой для себя православной тематике. Сотни мастерски выполненных рисунков и поделок украсили полкультурного центра и создали особую атмосферу. Лучшие работы отметили дипломами. Инна Новикова, Евгений Прифилов, телерадиокомпания, Юганск.